Здесь отсортировали вещи, теплое одеяло, подушки, такое-то, что здесь было вообще все забито, это уже не вывезли. Ведут практически постоянным потоком, несут медикаменты, средства перевязочные, обеззараживающие, обезболивающие, ну кто что может. Несут одеяло, подушки, теплые вещи, носки, майки, ну и, естественно, желательно, сигареты. Нам, как передали из Тарообороны, вот они приезжают, они сегодня трижды приехали, практически весь площадка была занята внутри. Они все это забрали, забрали то, забрали это, люди потом следующим потоком идут, несут, несут, несут постоянно. Мы не имеем, не касаемся, мы там, мы говорим, складывайте тут, 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 ну, тушенка, каши с мясом, такое, крупы быстрого запаривания, там, невинки. Тут есть бинт, гипсовый бинт, да, вещи, парочку свитеров, что у тебя? Ну, я взяла вещи, теплую одежду, еду, пару бинтов, то, что я нашла, я думаю. Да, и немножко еды, там, печенье, колбаса, вода, пару пачек сигарет. Испытываем необычное какое-то единение, такого вроде как никогда не было, очень так, резко по щелчку все сплотились, очень так, даже, гордость действительно, феномен такой необычный. Это просто национальность такая, одессит, это не значит, что мы не украинцы, мы, может, действительно, где-то отдельный город, но мы действительно Украина, и мы за наших ребят, и мы верим, что у нас будет все хорошо. А помогать должно государству? Да, должно, а тогда что будем делать мы? Просто сидеть дома на диванах? Ну, я не могу пойти с автоматом, скажем так, да, и вот я могу принести продукты. Я каждый думаю, что, ну, каждый от нас туда должен сделать в этой ситуации. Ну, как может кто-то нас спасать, а мы что, будем загорать просто так? Ребят, ну, это неправильно, это нечестно. Берет гордость за наших граждан. Я думаю, что в других районах города то же самое происходит. Двое детей у меня, значит, маленьких двое детей. Ну, конечно, вот где мне сейчас спрятать семью тоже. Если в подвале нет, тогда только придется или в квартире в этих безопасных условных местах. Мы видим сейчас Харьков, Киев, как люди пытаются эвакуироваться, у них там метрополитены и так далее. То есть большое количество людей находится, это, конечно, актуально. Зараз збирается допомога для тероборони одеської. Да, разливаются коктейли молотова, чтобы все мали чим захитящаться от врага, от врагового наступа. На сегодня есть огромная потребность, чтобы мы были все готовы. Краще выкинути потом, если нас понадобится. Зібралися для того, чтобы не отдать наше місто. Одесситы, которые говорят, что оно не нужно, я считаю, что они вообще не одесситы, не украинцы. Им нет жалюта для нашего города, для своих детей, которые завтра могут бомбить ракетами или другими средствами. Как они делают? Это в Мареуполе, в Черниговске, в Чернивцах. Тут на улице... Слава! Тут собралися сути одесситы. С кем я общался? Кого я знаю? Я почти половину знаю тут в лице. Я должен защитить город свой, свою семью. И мы вот оборона, и вот мы вот здесь вот стоим, и пускай знают, что мы не дадим. Вы понимаете, мы будем стоять до последнего, и будем защищать свою. Мы не пустим врага, и мы так просто не сдадим. Люди нам помогают, вот и всячески нам помогают. И с пищей, и это самое все, всяческие горючие нам помогают, и финансово нам помогают все. И очень активно, и все это самое, все борются за то, чтобы враг как бы не ступил на нашу жизнь. Какого рода медикаменты сейчас необходимо? Жгутые. Кроме этого, есть люди, которые предпривыковываются непосредственно военным подразделениям. И ведет специальный отбор тех, кто поступает сюда. Есть люди с вооружением, вы можете видеть, ребята стоят. По поводу безопасности. Есть специально обученные люди, которые объясняют технические особенности ведения человека при представлении Катерии Молотова. Также идет стандартизация всех процессов, то бишь ведется полноценное руководство над каждым этапом. В данном случае все, что касается медицины, сортируется по определенным медикаментам, что куда, к чему. Чтобы не попадали, допустим, шелные материалы на передовую. Так же самое здесь это все сортируется. Катерии Молотова, которые были приготовлены в другое место перемещать, для того, чтобы не было возгорания, либо желания у кого-то имя воспользоваться для возгорания. Все они сюда попадают, они же приезжают всегда знаки. И использовавшись любым устройством, сейчас не 20 век. С каждого у нас есть смартфон, он может свободно зайти в карты, посмотреть, где мы находимся. Не нужно рассказывать, не были лица. Они полноценно все знают, куда они идут. Вопрос в другом просто. За что они борются, за что они воюют? Мы-то на своей земле, мы боремся за свою землю. Женки не могут оставаться осторонь. Такие часы наступили, что нужно быть вместе с человеками плеч-оплеч. Есть безопасность, медичное, харчевание, поддержка, психологическая поддержка. Все сгуртованы, все на одном подиху. Гуртуемося, працюемо, готовы встречать всех и встречаем так, как должно быть. Мы ставим все однако, мы до всех ставим все так, как каждый того заслуговывает. Поэтому гуртуемо. Люди не очень готовы к этому, кого-то нужно спонукать, кого-то нужно готовить до этого. Кто-то смотрит на других. Поэтому своим примером показываем, залучаем и люди отгукуются. Слава Богу. Кто-то материально, кто-то поддерживает. Очень много психологов, медиков, транспорт. Человеки готовы, дети готовы ждать, тварины ждут нас дома. Скоро все завершится. Психологи у нас не только украинские. Дуже много закордонных, которые безкоштовно, безкоштовные линии готовы встречать и поддерживать. Все у нас нормально, мы готовы. Люди приносят, кто-то сам привозит. Ну, собственно, обычно люди привозят. Сейчас намного проще. Вчера пытались и на мусорники найти, где только можно было, чтобы было больше бутылок. Потом люди начали подтягиваться, а сейчас так и вообще их завалить, что никто не успевает. Масло, бензин, это все ребята привозят сами от себя. Просто в этих обстоятельствах я чувствую, что мне хочется быть частью решения, а не проблемы. И хоть во мне никогда не было какого-то уропатриотического драйва, я почувствовала, что я не могу вести себя иначе. Это очень важно в данный момент, когда у нас такая кризисная ситуация, помогать друг другу, сплочаться. Мы стараемся помочь, чем мы можем. Мы помогаем, чем можем. То есть мы гражданские, которые хотят, чтобы у нас все было хорошо. Когда ты что-то делаешь, это намного менее страшно и тревожно. То есть становится легче. Ты не одна, ты что-то делаешь, ты приближаешь хороший финал. Да. Родился в Одессе, вырос в Одессе и жить я буду в Одессе, украинской Одессе, независимой. Когда я создал просто группу, в которую добавил несколько своих попротивов, несколько волонтеров, я не ожидал даже такого эффекта. Я очень благодарен людям. Я очень благодарен тому, что общий враг нас так всех объединил. Россияне, вас тут с цветами никто не ждет. Вас тут ждут с коктейлями, даже дети. Не слышали? У нас дети настолько суровые, что у нас детские площадки, даже майданчики называются. Идите домой, вам тут делать нечего. Не записан в списке в кабинете. Я, в кабинете, не знаю. Я, в кабинете, не знаю. Нет, не записан в списке в...